Сегодня губернатор Евгений Куйвашев объявил о новой волне коронавируса и обсудил с главными экспертами медицинского сообщества приоритетные шаги по усилению борьбы с ковидом. Штамм омикрон на Свердловщине пока особой погоды, правда, не делает, но и без него. Статистика заболеваемости последних дней дает все основания предполагать, что пятая по счету ковидная волна не за горами, и она вот-вот накроет область головой, а потому нужно быть во всеоружии и на чеку. Омикрон идет уже по территории страны очень быстро, и уже первые случаи зарегистрированы у нас в Свердловской области, и мы должны успеть принять исчерпывающие меры для того, чтобы затормозить распространение этого штамма и быть готовыми к большому количеству больных, оказать всем своевременную помощь и лечение, и этот вопрос безопасности и здоровья и жизни людей касается. Но прежде несколько ковидных цифр. К концу прошлого ноября кривая заболеваемости ковидом в области пошла на спад. Казалось, что навсегда остались в прошлом запредельные на пике пандемии около 500 заболевших Свердловчан в сутки. И даже в начале января, после новогоднего загула, цифры внушали условный оптимизм. 12 января 366 заболевших, но уже 15-го их стало почти в два раза больше – 612. Вчера чуточку поменьше – 537, сегодня – 597. А что будет завтра, трудно даже предположить. По поручению главы региона будет резко усилена работа колл-центров, отвечающих на звонки Свердловчан по поводу ковида. Вице-руководитель оперштаба Павел Креков уточнил, что область планирует в ближайшие же дни принимать до 20 тысяч звонков. И это при том, что раньше максимальный звонковый пик не превышал и 6 тысяч. Муниципальным начальникам даны поручения выделять, сколько возможно казенных, в смысле чиновничьих, административных телефонов и указывать номера их на сайтах. Власть сейчас обсуждает с тремя сотовыми операторами перспективы создания дополнительных колл-центров, работающих по единому номеру 122. Ректор главного медвуза Свердловщины Ольга Ковтун на медсовете сообщила о том, сколько университет сможет выделить студентов и ординаторов в поликлинике и колл-центры. Счет медицинских рекрутов идет на сотни душ. Полтыщи пяти курсников будут помогать врачам. С сегодняшнего дня начались курсы по обучению студентов пятого курса, значит, по обновленным 14-й редакциям методическим рекомендациям. Но я думаю, что вот с этой задачей мы можем таким образом справиться. В Роспотребнадзор мы направляем 58 студентов, 34 из них в городе Екатеринбурге, остальные, как скажет Дмитрий Николаевич. Еще 700 с небольшим клинических ординаторов можно привлечь в качестве врачей-стажеров. Студенты-второкурсники готовы поработать волонтерами в колл-центрах, уточнила госпожа Ковтунь. Власть, объявив о надвигающейся волне ковида, озвучила и главные направления антиковидных ударов на новых фронтах борьбы. Среди приоритетных направлений этой работы отмечу наращивание объемов тестирования, активную вакцинацию населения, в том числе повторную, сохранение резерва коек, лекарства, кислорода. Не меньшее значение имеют и меры санитарной безопасности, социальное дистанцирование, соблюдение масочного режима, введение различного рода ограничений. К слову, главный эпидемиолог Екатеринбурга и внештатный специалист по медпрофилактике облздрава Александр Харитонов на днях публично заявил о том, что он, конечно, не считает омикрон последней мутацией коронавируса. Но согласен с мнением многих специалистов о том, что это его последняя серьезная атака. Сегодня в кулуарах власти Харитонов подтвердил эффективность всех зарегистрированных в России вакцин от ковида. И омикрон в этом смысле не исключение. После вакцинации в любом случае вырабатываются антитела и защищают пациента от тяжелых последствий. И в качестве убедительного аргумента известный в городе эпидемиолог заглянул в наше не особо далекое прошлое, когда планету терзал так называемый свиной штамм гриппа. Осенью 2009-го горожан прививали от обычного сезонного гриппа, в котором не было свиного штамма. И когда проанализировали сезон 2010-го года, вот 9-10 год, зимний период подъема заболеваемости, мы увидели, что у нас погибали люди от тех, которые никогда вообще не прививались против гриппа. А те, кто прививался против гриппа осенью, те болели, кто-то болел тяжело, но они остались живы. И такая же ситуация с коронавирусом.